Что же такое BI? BI, как вы правильно все сказали, это методы, инструменты для сбора информации, ее обработки и представления в более-менее удобной форме. Для чего это все надо? Как правильно заметил мой коллега, это надо в первую очередь для того, чтобы в конце концов на основе полученного опыта информации принять одно, но очень важное бизнес-решение. Из чего же, как мы приходим к принятию этого решения? С одной стороны, у нас есть первичные источники информации. Это может быть любая система, то есть ERP-система, CRM-системы, любые другие фронт-энд-системы, но там данные лежат, скажем так, в сыром виде. Для того, чтобы эти данные упорядочить, мы их должны загрузить в хранилище данных. То есть тут мы уже сталкиваемся с таким процессом, как ETL. Extract, Transform, Load. Выгрузка, Трансформация, Загрузка данных. И после этого всего, естественно, у нас есть определенные инструменты для анализа данных, то есть для визуализации и в конечном итоге принятие какого-нибудь управленческого решения. Это все строится на каких-то данных. Данные, естественно, надо где-то хранить и надо их упорядочивать. Этим у нас занимаются системы управления базами данных. Ну, все, наверное, знают, что такое MS SQL, что такое Oracle, PostgreSQL. На самом деле этих систем огромнейшее количество, но принципиально они разделяются на две такие большие области. Это реликционная база данных. И вот как сейчас стало модно их называть Big Data, то есть NoSQL база данных. Мы сейчас не будем углубляться в вопросы, какие между ними различия, какие между ними схожести, но вы должны себе представлять, что в мире вот такое вот существует. Для чего нужна система управления базами данных? Естественно, данные надо хранить, с ними надо что-то делать, то есть модифицировать, редактировать, все что угодно. Еще что является немаловажным. Из этих баз данных надо данные как-то получить обратно. Ну и естественно, уже один из элементов – это право доступа, защита и все остальное. Какие же у нас элементы присутствуют в BI? Как я уже говорил ранее, но это было более архитектурное, скажем так, визуализация BI. У нас есть самый ниже уровень, это уровень сырых данных. У нас есть целый инструментарий для обработки этих данных. И естественно, у нас есть тоже набор инструментов, которые позволяют анализировать и визуализировать эти данные. На данном этапе моего доклада у кого-нибудь, может быть, есть какие-нибудь вопросы, которые требуют уточнения? Что ни у кого никаких вопросов, тогда будем двигаться дальше. Кто же пользователи этого всего счастья, которое называется BI? В первую очередь, это мы с вами как разработчики. Второе, это замечательные когорты людей, которые называются аналитики, которые непосредственно работают с этими данными, делают какие-то выводы, рекомендации представляют. Ну и на самом деле, третий, который находится на самом верху, это наши управленцы, то есть менеджеры, которые принимают решения. На самом деле, недооценивать BI очень вредно для бизнеса, потому что, пожалуй, ни одна область деятельности не является такой важной. По одной простой причине. Если ты не знаешь, что у тебя происходит, ты не можешь планировать свое развитие, ну, а если у тебя плана на будущее нету, то это может закончиться большой-большой бедой. Но я надеюсь, это понятно. Понятно или нет? Замечательно. Тут мы сталкиваемся с практическим применением. Коллега, помоги мне. Мне куда-то надо перейти. Ну, хорошо. Секундочку, я пока подготовлюсь. Может, у кого-то какие-то вопросы есть пока? Мы будем сейчас рассматривать пример, как же у нас данные превращаются из табличного вида в какой-то более-менее подъявимый и читаемый вид. Это мы будем делать с применением report builder третьего от компании Microsoft. На самом деле на рынке сейчас достаточно много различных решений, которые позволяют визуализировать данные и с ними работать. К примеру, у нас есть определенная субт, в котором содержится информация различная. В данном случае нас будет интересовать информация по кредитам, кредитам, скажем так. Спасибо. Вот пример реляционной базы данных, пример субт. Microsoft Management Studio, сервер 2012. у нас есть определенная база данных реляционная, есть набор определенных таблиц, которые между собой связаны какими-то отношениями. Ну, именно поэтому она-то и называется реляционная. Данные, естественно, хранятся в табличном типе. Таблицы вот примерно так выглядят. К ним можно обращаться, получать какие-то из них данные, но для пользователя вот это все, оно, как говорится, остается backstage. На заднем плане. Человеку нужен отчет. Что же делает разработчик? Будем считать, что у нас разработчик, он является и датабейс администратором, то есть разбирается в языках обращения базам данных и получения этих самых данных. Ну, так как я уже подготовился, у меня уже есть тестовый пример. в конечном итоге наша задача получить вот такой вот отчет. Как я уже говорил, мы на пути к этому отчету будем проходить все стадии. То есть с одной стороны мы уже увидели, что у нас была реализационная база данных, у нас был какой-то механизм, который бы позволял нам загрузить эти данные в нее и у нас есть интерпретатор этих данных, то есть этот отчет. То же самое, если вы знаете, ну а скорее всего вы знаете, все пользовались электронными таблицами это в виде Excel, в принципе все то же самое можно получить и там. Единственное, что я бы хотел сказать, то, что это все, оно, скажем так, является плоским отчет и отчет. Наверное, кто-то из вас сталкивался с сводными таблицами когда-нибудь в Excel. Вот это вот, это уже первый шаг к пониманию многомерности данных. Дело в том, что данные можно представлять в разных разрезах и вот одним из этих представлений могут быть многомерные базы данных, которые формируются, допустим, при помощи продукта Microsoft Analytical Services. Наверное, кто-то из вас слышал о том, что такое кубы. Есть такое понятие куб. На самом деле это не что иное, как сводная таблица. Но это в конечном итоге. Но это, скажем так, совершенно отдельный разговор. Вернемся к нашей презентации. опять же таки, так как у нас времени очень мало, я вам на пальцах что-то показываю. Вернемся к обзору лидеров рынка. среди поставщиков BI-решений на самом деле их не так много. Все у большинства из них все сводится лишь только к визуализации данных. То есть это удобный набор утилит, который делает работу, допустим, с отчетностью более-менее удобный и более-менее доступный каждому. У вас вопрос? Да, достаточно в открытой форме. Но среди всех этих поставщиков услуг я бы хотел выделить четыре из них. Это те поставщики, у которых помимо всего прочего есть собственные базы данных. это естественно мой любимый Microsoft, это естественно мой любимый Oracle и отдельно я бы хотел выделить клик view. Дело в том, что сейчас все крутится насчет доступа и быстроты доступа к данным. В чем допустим прелесть и тенденция, которую начал реализовывать клик view, это тенденция хранения данных в памяти. Быстрее памяти, как вы знаете, нет пока на сегодняшний момент ничего. За счет этого эти ребята дают очень неплохие показатели по производительности. Перейдем к перспективам для будущих специалистов. Собственно говоря, это краеугольный камень моего сегодняшнего доклада. Что мы можем на рынке получить? Первое. Сложность получения достоверности и актуальных данных это наш хлеб. Почему? как уже стало понятным, не все знают, что такое API. Это раз. Не все умеют работать с данными. Это два. Ну и соответственно это наш хлеб, как я уже сказал, это три. Помимо всего прочего, ни для кого не секрет, то, что объемы данных просто растут неимоверно. И это большая проблема на самом деле их обрабатывать. Поэтому с одной стороны можно конечно себя успокоить, что данные будут всегда и наша работа тоже будет всегда. Поэтому рост и пока существует человечество у нас всегда с вами будет возможность проявить себя. Ну и то, что скажем так является нашим преимуществом это том, что на сегодняшний момент на рынке очень мало квалифицированных подготовленных BI-щиков. Можно их так назвать. Да, есть замечательные люди, которые очень хорошо разобираются в администрировании баз данных, есть очень хорошие люди, которые пишут приложения. Но BI-специалист он в себе объединяет все эти знания. На самом деле уметь и знать надо достаточно много. Поэтому если ты уже стал BI-щиком, то это твое преимущество. Естественно, как бы громко это ни звучало. Вопрос. Давайте с вас начнем. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна эта профессия сейчас в Украине? Эта профессия актуальна не только в Украине. Допустим, на сегодняшний момент, по моему опыту, практически во всех крупных банках, операторах мобильной связи, торгово-производственных объединений везде требуются BI-специалисты. Один из примеров, допустим, из моей практики, для одного из банков разрабатывалась автоматическая система сегментации клиентов. Естественно, через определенные каналы воздействия на них без аналитики вы этого никогда в жизни не сделаете. А кто аналитику делает? Правильно, аналитику делает BI-специалист. Еще я ответил на ваш вопрос? Успокоил? Дуже цікава ваша думка с приводу CRM-систем. Недавно читала статью про Salesforce, что на заходе бизнесменники використовывают например CRM-систему, дуже выиграют у продажах и мают больший прибуток. Чи это рентабельно в Украине и че стоит платить сколько денег за лицензию, чтобы выиграть на цьем потом далее? Смотрите тут есть одна интересная история. Дело в том, что одна из BI-систем была создана как дополнение к одной из CRM-систем. Ну и ни для кого не секрет, что это CRM-система это Сибель от Oracle. И вот у Сибеля есть свой блок, который отвечает за BI. Действительно при внедрении этой настройки к CRM-системе для стимулирования продаж был получен достаточно, я назову это так, ощутимый эффект. В любом случае с ней лучше, чем без нее. Еще вопросы? Вот давайте. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, есть ли такая программа, может, я темнота дремучая, может быть, нет, которая, допустим, анализирует базу данных по Украине по определенному направлению, сможет делать нам регрессионный анализ, вывести индекс корреляции по факторам, и потом по каждому направлению расписать соответственно формулу для того, чтобы мы спрогнозировали это во времени результат? Это больше экономические вещи. Я понимаю. Значит, в любом сложного математического аппарата для прогнозирования, для поиска взаимосвязей, как правило, как правило, в большинстве приложений BI нет. В Майкрософте есть отдельная, скажем так, часть дата майнинг. Там есть вот именно элементы регрессионного анализа и все остальное, но в данном случае есть одна просто, я бы ее сказал, уникальная система, называется SAS. И вот это там достаточно профессионально применяются математические методы исследования и прогнозирования. Но опять же таки это очень сложная система. И на сегодняшний момент я знаю только два предприятия, один банк и простите, один телеком, в котором процентов наверное на 70 все возможности этих систем используются. Больше пока на Украине по крайней мере нет. вы только что говорили, в принципе подтвердили мое понимание, что BI специалист это скорее всего специалист, который находится в штате конкретного бизнеса. то есть вот вопрос к чему как какая роль BI специалиста в IT компании. Потому что он анализирует данные под конкретный бизнес, конкретному менеджменту, выдает конкретный анализ. Нет. Как я говорил, у нас есть ряд пользователей, которые называются аналитики. Вот они анализом и занимаются. BI специалист он безусловно должен разбираться в бизнесе. Но его задача эту систему аналитики, будем ее так утрированно называть, выстроить. Вы должны разбираться в базах данных. Вы должны разбираться в ETL процессах, потому что это ваша задача найти данные, их трансформировать, загрузить и предоставить. Это вряд ли задача бизнес пользователя. Я понимаю. Дело в том, что вопрос по каким компаниям предоставляют конкретные инструменты для решения BI. Он уже приносит пользователю конкретный хороший результат. Смотрите, большинство компаний предлагают услугу, сервис какой-то. Вряд ли какой-то. Ну, программное обеспечение типа Microsoft и все остальное. Задача BI, опять же повторюсь, скорее всего, задача BI специалиста это полностью выстроить систему, которая бы предоставляла конечным пользователям возможности анализа и принятия решений. Это 100% айтишник. Потому что даже один из элементов, как я уже сказал, но я очень скользко о нем упомянул, это хранилище данных. Вряд ли бизнес-пользователь справится с этой задачей. И вряд ли того же самого Кимбала можно назвать именно бизнес-гай. Насколько можно стартовать в этой сфере, допустим, человек хочет именно стать бизнес-аналитиком, то есть возможно ли это в принципе и какие есть, скажем, варианты входа постепенного, непостепенного в эту профессию? Я вас понял, эволюция от бизнес-пользователя до бизнес-аналитика как правило происходит в каких-либо пусть это тавтология, но аналитических подразделениях. Сначала человек что-то анализирует, смотрит на таблицы, а потом ему некоторым становится интересно, некоторым нет. А как же это устроено? В принципе возможности для профессионального роста безграничны. Противопоказания занятия для кого еще пока нет, либо они не выявлены. Подождите, пожалуйста. Ну, ни для кого не секрет, что данная специальность больше популярна на Западе, и вот если мы посмотрим в LinkedIn, в вакансиях, в требованиях можно часто встретить знания таких языков, как Python, R, и в частности библиотек для Python, к примеру, NumPy, SciPy, Pandas, и визуализация с помощью MatTotlib. Какое ваше отношение является ли пакет, этот стэк полезным, и какое его применение в Business Intelligence? Любой инструмент, который позволяет визуализировать данные, является уже потенциально полезным. Что значит быстрее? с данными работает система управления базами данных. Обрабатывать данных, данные, ну, да, есть трехуровневые системы, в которые выгружаются данные уже на уровне приложения сервера, начинают они обрабатываться. Та же самая система, допустим, CBLCRM, это Oracle BI, так и работает. Количество, скажем так, наличие вот этих серверов приложений, которые обрабатывают данные, это хорошая, нормальная практика. Какие языки используются? Да их миллион может использоваться. Я, к сожалению, с ними не сталкивался, ну, благодаря вам, наверное, посмотрю. Но говорить о том, что они быстрые, быстрая база данных, а все остальное, потому что на самом-то деле мы же работаем не со всеми данными на земле, а с какой-то их частью. Поэтому, ну, молодцы, если они сделали так, что массивы обрабатываются быстро, но за счет чего они быстро обрабатываются? Скорее всего, они в память кидаются. А уже как это сделано? Это уже технология. Тут есть вопрос. Добрый день. Хотела бы уточнить по поводу рынка труда в Украине. Последние несколько лет мониторим рынок труда по поводу BI-специалистов. И, к сожалению, за несколько лет, ну, не каждый день, конечно, проводим анализ, но за несколько лет встречали только пару предложений о работе. Ну, опять-таки, не в том городе, где бы хотели рассмотреть, скажем так, насколько сейчас это востребовано? То есть, могли бы ли вы сказать, сколько BI-специалистов в Украине сейчас востребованы? Потому что, к сожалению, вакансии не видим. Я, конечно, к счастью, уже долгое время работу не ищу, но на рынке сейчас очень много предложений именно по BI-специалистам. Я не знаю, конечно, как вы ищете и какие у вас критерии от Дора позиций. Но на самом деле это достаточно востребованные люди. Очень даже востребованные. Можно ли второй вопрос по поводу сайбы саповской BI? Что вы думаете по этому? Спасибо, есть такая база данных. Да, да, вот там есть саповский BI. Какие ваши прогнозы по развитию BI-сапов? Работали вы с ним или, например, вы употребляли, что вы любите, больше почитаете MS, Microsoft? Да, он мне как-то ближе, но это лично мое, скажем так. По поводу сапа. Сап в первую очередь это мощная ERP-система. Модульная, кстати. Но наряду с этим она и очень дорогая. Я считаю, ну это опять же таки лично мое экспертное мнение, я считаю, что сейчас на рынке будут развиваться те, кто за минимум денег будет представлять максимум услуг. Ну, в принципе, так было всегда. Но в условиях, скажем так, обменедженности финансовых ресурсов будет происходить именно так. А вот по поводу сапа я в них не сомневаюсь, в них все будет хорошо. Опять же таки, BI это всего лишь с одной стороны. Это сложный процесс, а с другой стороны все заканчивается на уровне представления. И вот именно этих штучек, которые делают визуализацию, их на сегодняшний момент, ну, штук, наверное, 25. Таких более-менее, которые можно использовать. Еще вопросы? Здравствуйте. У меня следующий вопрос, вы только что частично на него ответили. По поводу РП-систем. Насколько я знаю, функциональность с них схожая ресурсы, планирование, аналитика, отчетность. Хотелось бы узнать, а чем отличаются от BI-системы, от ERP-системы, чем они могут быть, может быть лучше. Хорошо. Как расшифровывается аббревиатура ERP? Насколько я знаю, это организация, ресурсы и планирование. Да, Enterprise Resource Planning. Совершенно правильно. Смотрите, дело в том, что BI как таковое, он в конфликт не входит ни с одной системой. У вас может быть CRM замечательный, Client Relationship Management, но вы без BI клиенту, скажем так, нужному SMS-ку не отошлете. Вы на него не повлияете. Это с одной стороны. С другой ERP-системы это достаточно мощный функционал по учету товарно-материальных ценностей, потому что один из самых больших блоков это на самом деле склад в любой ERP. Ну там GT Edwards возьмем или еще что-нибудь. Но опять же таки, склад это хорошо. а допустим, связать вместе склад продажи и планирование. Хорошо, если эта ERP-система была хорошо продумана и в ней есть эти модули. Но опять же таки, каждый модуль стоит денег. Есть простая логика. Мне допустим, чтобы у меня была хорошая отчетность, надо потратить 100 тысяч долларов, а с другой стороны есть open source решения, есть более-менее недорогие решения, которые стоят 3 копейки. Внимание, вопрос, что я буду делать? Ну скорее всего я буду делать то, что дешевле. И поэтому BI как таковой он в конфликт ни с одной системой не вступает, потому что есть решения более дешевые, ну и скажем так, более-менее эффективные. Спасибо.